Главный подсудимый военнослужащий Стараза, который являлся организатором всего преступления, сразу признал свою вину. По его утверждению, зарплаты контрактника остро не хватало на то, чтобы содержать семью, жену и двух малолетних детей. Поэтому в один роковой день он решился поправить свои дела, совершив ограбление. Преступление хорошо продумал. В скотном рынке начал присматривать себе жертву, которая занимается сельскохозяйственным скотоводством и имеет какие-то определенные доходы. Он выследил потерпевшего, я не буду называть, из-за уважения к возрасту, потому что ему почти 90 лет потерпевшему. Бабушка его где-то 78. И он увидел этого старика на своем личном автомобиле, этот военнослужащий, убедился, где он проживает, какой у него имеется живность, и все это увидел, что кроме бабушки и дедушки в этом фермерском хозяйстве никто не проживает. Затем контрактник привлек к делу еще двоих своих приятелей, один из которых ранее уже был судим. В одну из ночей они пошли на дело. Военнослужащий оделся в свою форму. Подъехав к дому фермера, они постучали в дверь и представились полицейскими, которые пришли для проверки документов. Увидев человека в форме, хозяин впустил ночных визитеров. Самолично открыл сейф, откуда достал все документы на скот. Главарь, просмотрев бумаги, заявил, что хозяин должен заплатить штраф. Тем временем его подельник уже заглянул в сейф и увидел там пачки денег. Он дал сигнал сообщникам. Старики были связаны, сейф обчистен. Добыча составила более миллиона тенге. Когда они уже возвращались ночью в степи, они наткнулись на участкового, который прилежно объезжал в свой участок. Из ста случаев один раз бывает такое. Когда они все это совершили, им на встречу, по пути, ну они же поехали в жертвовательский комплекс, а он находится обычно в степи, и участковый милиционер, два участка милиционера, отчитали объезд этих хозяйств, остановили их, увидели в поле машина, остановили поинтересоваться, что вы тут делаете, ребята, в 5 утра. Да, вот мы на охоту ездили, оружие есть? Нет. Ну, участковый провел смекалку. Ребята, ну-ка встаньте, выйдите с машины. И всех он сфотографировал. Сфотографировал, все, ребята, езжайте. Досмотр машин не стал делать, их не осмотрел. Через день идет сводка. В таком-то районе, в таком-то месте, аграрная бабушка с дедушкой, нападавших было трое. Этот участковый, проявляя свою патриотическую сознательность, приходит и говорит, не вот эти ребята, которые совершили преступление, бабушки и дедушки показывают, они. Подсудимые полностью возместили ущерб пострадавшим и все судебные расходы. Примечательно, что пожилые аксакалы с легким сердцем простили молодых парней. Тем не менее, суд вынес свой вердикт. Они получили по пять лет. Приговор уже вступил в законную силу.